доброе утро выпустил собачек на улице чтобы они сходили в туалет все вы зайчики подписали не надо подписать и пока как короче ребят только проснулся себя не показывают и весь такой знаете заспанный вот и я лежу такое спал же с ними получается смотрю серенделя так вот знаете садится и ножки вот так вот я ее быстро подмышку и гулять понял что в туалете захотел серенделе улице погода вообще классно так что ребят мы сонечкой приехали на дачу вот машинка стоит забрали свое хозяйство своих зверей и отдыхаем тут вчера дождь был очень снимали холодно целый день лило сегодня видите погодка хорошая поэтому отдыхаем тут вот мы досточки поскладывали шифер по перебирали узнаете как на дачке надо делать вот это же погодка хорошая будем чем-то заниматься вот я понял костюня короче будет заниматься какими-то делами не будем не будем подглядывать мои девчонки уже сходили в туалет да я костюня тут вечно лежит собаки и с ними ходят в собачьи конфликты короче вот так вот я выгляжу надо кофейка попить чтобы проснуться погодка замечательная мы сонечкой на даче вдвоем без родителей как вдвоем не вдвоем нас пятером можно сказать это кассич и рюндия святослав софия и я нас пять человек здесь вот так что надо сейчас организовать какой-то завтрак вместе с кофейком своими поставила задача для взял водичку с лимоном она нам приготовит завтрак поэтому или мальчик подавил до добавить холодная вот так вот воды и сверху для пищеварения хорошо всем доброе утро я сегодня решила приготовить завтрак все что нашла в холодильнике то у нас яйца есть сосиски такие и помидорку взяла поэтому как вы уже поняли у нас будет омлет с помидором и как-то приготовим сосиски или сварим и пожарим посмотрим с буду вам показывать что буду делать ко мне пришла терри до терри пришла будет тоже наблюдать что мы будем готовить в общем сначала я пожарю сосиски я их видите нарезала вот так вот на такие крестики с двух сторон и когда они будут жариться они так будут как осьминожки раз это расправлять ножки в общем пожарю сначала сосиски потом добью яйца до конца и туда кину помидор будет омлет сначала в первую очередь сосиски уже разогрелась наверно и сперва сосиски уже быстро обжарились вот видите что имела ввиду вот такие вот они получаются в итоге и теперь яйца я добавила нарезанные кубиком помидоры выливаем на сковородку это будет наш омлет и так омлет-то готов смотрите он там поднялся вот такая вот красота но я-то забыла что я его не посолила поэтому солить уже будем перчить сверху наш завтрак готов серёжа уже приступает я его знаешь и забыла посолить омлет я его сверху уже посолила думаю нормально будет вот такой серёжа завтрак вот такой у меня только у меня одна сосиска у него две кофеёк и надо взять еще хлеб потому что я так не насыщусь завтрак сытный и соответственно кофе будем пить вот такой красот бунджур мы его вчера не доели подфильник собрал ходил в местный магазинчик да а тут так нормально слушайте он стоит 85 ривня увидела да наверное цена да капец помнишь по скидке можно было взять за 47-то у нас варусе где-то не ну цены высокие в общем завтрак у нас с видом на улицу на природе завтрак у нас хорошо солнышко тепло собачки бегают кася гавкает говорит что соседи скоро придут камнем кидаться по кассе это точно черри хоть молчи сиатик спит да сиатик отдыхает мне не надо хотя не знаю может возьми маленький кусочек черри ты себя хорошо ведешь черри кстати недавно мы ходили гулять и черри оставляли одну с кассой не одну а с мамой и черри так плакала за нами вообще как волк было как скучает черюнь да и когда мы пришли она так от радости бежала что аж содрала себе подушечку на пальчики на передние лапки вот и мы ей лечили йодом мазали чем что было тут тема лечить нужно все хорошо кассия варя с ногтем не у касси учили я в рука си когда я на улице тянул там собакам было это же получается но хоть сломали нормально отрастал отрастала сейчас как бы хорошо починить повредить через и лапку так бежала так бежал до тирюня уже вкусно но бомба авокадо нет мы съели у нас было авокадо салат добавляли завтракать всем приятного аппетита кстати у нас тут на даче есть шелковица белая смотрите вот такая красота вот у моей бабушки в детстве тоже была белая шелковица на рассказывала вот она очень сладкая она слажа чем черная ну и от нее руки не ты не пачкаются вот поэтому выхожу вот сюда вот часто попастись вот шелковицы пожевать и кстати уже я вам скажу можно рвать вишни смотрите вишни уже спелые если подождать пару дней то я думаю что они уже станут черствые и не такие хорошие поэтому у кого есть село дача есть рвите вишни чтобы они не пропали потому что сейчас как раз таки сезон вот поэтому буду подкрепляться вот этой вот вкуснятины и сонечка вышла на прогулочку что этот это нам принесло да ухты ухты как вкуснятина ну пошли посмотрим что там есть я только что муравейник ступил короче тапки грязные да ухты срок колбаска сальцо и десерт где мы кофе захватишь захватить слипки вкусно касяныч вкусно облизывать пальцы ой как вкусно кася за сыр готова душу продать так что сейчас попил кофе второй раз уже за день и соленький сыр вкусный тебе такое нельзя соленый что-то будем делать прошу сырная маму что надо чего-нибудь помочь вот она вот только приехал поэтому может быть что будем делать это работой подача что надо как ее звери тут хлеб всему голова все буду пить кофе улетели а аж это у нас тут ухты какая вкуснятина будет у нас сегодня ребрышки курица а за окном петрюган поднялся наверно будет дождь а то там все сносит полилось все аж сюда на ноги летели иди покупайте иди покупайся черенкин иди под дождь давай давай и иди под дождик давай под дождик так кто ты здесь я ухожу накупались а вот они зашли они хотели купаться хотели 5 там но их не пустили им не разрешили закрывать конечно такой ветер поднялся шаг опять он все сносит идет как из ведра смотрите так как на улице дождь то будем смотреть на телевизор кстати будут святославщик он не спит я думал отдыхает но не поэтому сейчас буду включать какой-то фильмец тут вот такой вот телевизор есть приставка к нему много каналов начали масла по грязные вам надо лапы помыть перед тем как на диван садить вот расскажем какой-то фильм дай мне надо помыть это их не пущу на этот ну диван не пойдете чем ребят выезжая с дачки смотрите какая тут красота и домики так а где собака нету собачки тут такая собака жива здорово выезжаем на дорогу короче сейчас мне надо водички набрать ребят как бы есть колонка но вода так себе а там водичка хорошая большинство людей на там набирает она тихо и тут среди по всему периметру участков расположены лежачие полицейские чтобы никто не летал это принципе хорошо вот этот вот красивый домик очень нравится мне в таком домике и обжил собаки у всех большие охраняют до да водички надо набрать да 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 все в общем приехал вот сюда вот на колоночку тут мы набираем водичку вот такая красота баклажку наберем и будем ехать ребят в общем мы вышли нашим всем семейством по селу тут прогуляться вот я вам скажу тут машины постоянно ездят видите вот эта дорога постоянно машины проезжают по как нам вообще находиться хорошо отдыхаем дождик прошел освежил асфальт на улице не так жарко вот мы решили пройтись посмотреть на вот эти вот замечательные домики смотрите какая тут красота для стримов снять до поселить туда всех илюхой выделить вот этот вот например до 1 этаж вот и тусоваться тут и так в общем дошли мы уже до перекрестка там дальше другое село в ту сторону мы вчера ходили поели вишен шелковицы и малины теперь идем в эту сторону да тут вообще через домик классный тут вообще что-то за дерево нереально красиво и ты красиво смотришься ну давайте сфотографирую станет ну можно вырезать потом вот так вот идем вдоль речки смотрите вот тут вот вообще классно жить ты получается выходишь из дома и тут речка можно рыбы половить да у кого-то вот есть гойдолка видишь погреб тут классно прям возле водички кулатик зайчик шо ты ревош и дизна и иди сюда смотри какой-то красивый убежал ага то вот его сейчас увидишь выглядывает из кустов да так вот прогуляемся смотрите вишни вот эти вот уже доспели тут еще не совсем а так принципе они уже спелые так что едьте в село рвите вишню пока сезон есть я не вижу я не вижу я не вижу короче домики топ сделано заборчик гараж открылся поставь на ворота не открывать сразу взял под гаражик тут тут на втором этаже даже эти поставил решетки видишь а вон там заборчик такой смотрите белая шелковица а там дальше черная чего дай покушаем ты покушаешь из этих покушать считай движение тоже одна чуть-чуть елишь я тут я груз не малинка белая у нас не совсем давай она какая-то немножко темнее а тут видишь чисто белая ну скажи ты хотела бы жить в частном доме примерно здесь на постоянной основе вот так чтобы постоянно смотри постоянно шелковицу можно подъедать витаминки зимой зимой макдональдса хочется может вы съездите макдональдса покушайся мы его едим постоянно когда дома мы туда так и ходим когда в киеве трудно до витамин набираться шикарно пока нас не прогнали куда что есть вишни а я ем мне нравится вишни есть не хочет перебраться на ту сторону вот вкладка я даже не знаю ли мы сможем тут коляску перенести давай я возьму перевести сзади аккуратненько и перейдем чего так что не получится у нас туда дойти короче видите все приехали называется на это наша дистанция закончена пошли какой как симсах классный домик да 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 я же тебе говорю она такая немного она белая черная такая шелковица у нас дома а тоже типа на на типа белая но по факту она смешанная белая черный знаешь как твоя мама я назвала не это горит как птичка пока кого птичка пока голая она выросла представьте птичка какает вырастает у кого сами потом видим мы засуши так себе это белая по вкуснее будет говорю с вами что-то гусями воняет а тут уточки окажутся плавают смотрите то не это воняет отсылковицы она тут гниет просто и очень много и запах такой гуси они переносчики и кстати босиком лучше не ходить видите пчелка наступишь не укусит не переносчики запаха они получается ходят топчатся своими лапками и потом такой запах вот это вообще очень вкусно это дикий кстати утка так это мама мама утка самое интересное что никто тут даже ее не рвет кому не надо шелковица немерено все усыпано ну хорошо же хоть уточки пасутся шелковицы это витамины у нас дома всегда утки и гуси паслись под шелковицей отправились мы в путешествие шли вот оттуда и хотели дойти вот туда к горам смотрите кто нас остановил вот такой вот красавец и у нас просто дальше не пускает сон как мы с ним будем решать этот вопрос у тебя колбаска есть чего пошли ну что мы не дойдем туда до гор капец какой-то страшный охранник у меня же нет слов у нас преследует знаешь что если мы начнем бежать у насчет за нами бежать давай контент будет убегаем до побег от злой собак идет идет он за нами не дал нам пройти так что вот так вот идем назад о здорово все вы там чина за сего ту же встречает мы короче подъехали забор и забор не трогаю чина за си идите в хату тихо 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 успокоились хозяйка хозяйка открыто нам будь ласка вот два носа два бандита посмотри спокойно 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 держите этих бандитов заходим до дом кто там черенка си не дико сюда все там иди сюда по цветам все сносим ах ты и сегодня скучала как кенгурушки маленькие кенгурушки сани на собака они на собаку и давай целоваться встречает на радостях к себе ты иди ко мне и дико мне а это моя собака садимся ужинать смотрите-ка внешняя красота сало мясо салатик котлетка макарошки с кетчупом уже доедает ну шо как тема корошки да я сейчас тоже будут нападать и будем кормить уже наших собачьих скоро что там по времени а ну так принципе да сейчас докушаем кассе не ты тоже будешь кушать всему свое время по правильному всегда должны сначала люди кушать а после собаки что вот так вот мы отдыхаем на дачке собачки спокойно могут побегать выгуляться ребенок на свежем воздухе дышит и мы отдыхаем от городской суеты поэтому друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии и я буду чаще для вас снимать новые видео до новых встреч всем ребят пока на следующих видео